Вы знаете, когда я училась в школе, это было не так давно, хотя давно, это были 90-е, и нас в тот момент очень сильно волновало, что мы изучаем, что это за предмет такой. Вот как раз, наверное, тогда и зародилось это зерно сомнения среди учеников старших классов и их родителей, о чем нам рассказывают наши учителя по истории. А ведь иногда это просто методичное заучивание материала без всякой, скажем, окраски внутри, без какого-то личностного отношения. Я думаю, что учебник по истории не в состоянии быть объективным по определению. История ведь свидетельствует... История основана на свидетельствах людей, а человек, он не может быть объективным. Не каждый из нас вот этот нестер-летописец, который может, как бы поднявшись над схваткой, изложить события. Вот как оно типа объективно есть? Всегда есть момент субъективизма в любом изложении любого факта. Даже если я вам сейчас начну что-то рассказывать, я все равно расскажу это от себя, даже как завещаны мне мои профессии, попытавшись быть объективной. Не получается. А когда цепочка личностных переложений нарастает, одно на другое накладывается, мы неизбежно получим что-то очень субъективное. И не надо забывать, конечно же, и современную политическую и историческую конъюнктуру, в свете которой исторические события могут быть истолкованы, скажем, по-своему. Но, дорогие друзья, как мне кажется, главное в предмете «История» совсем не учебник. Все равно, кто его писал, по большому счету. Приняли? Ладно, давайте будем учиться по нему. Но ведь все мы понимаем, что есть учитель, есть предмет. И главное – это не учебник истории. Главное – это учитель истории. Тот человек, который тебе об этом предмете рассказывает. И вот он-то – это его святая обязанность сказать тебе «Дорогой ученик, вот сейчас я тебе изложу одну трактовку событий». Но для того, чтобы попытаться представить себе картину объективно, ты должен изучить и другие трактовки тоже. Вот тебе один источник, вот второй, вот третий. Мы живем в эпоху современных технологий, и доступ к данным открыт. Иди, заходи, бери. Поэтому вот в учителе все дело. Если он в состоянии дать ученику импульс, на основании которого ученику будет просто интересно, это называется история, может быть, любой, главное, чтобы она была интересной.